Сегодня агрофирма «Культура» — это сельскохозяйственный холдинг со своей внутренней жизнью. Почему холдинг? Здесь полностью замкнутый цикл от производства, хранения, переработки продукции до её реализации. Кстати, это единственное предприятие в области, где овощи выращиваются круглый год. В этом году тепличный комбинат празднует 35-летний юбилей. Неудивительно, что основное оборудование за эти годы постепенно износилось. Хотелось бы надеяться и на помощь, и поддержку в реконструкции тепличного комбината. Это, конечно, в первую очередь. Ну и тоже хотелось бы оговорить и проговорить вопросы о дальнейшем развитии овощеводства открытого грунта в нашем хозяйстве. Потому что мы одни из основных поставщиков овощей защищённого грунта, ну и в том числе и открытого грунта для потребителей Брянска и Брянской области. Ну и, конечно, нам не безразлична судьба и такой отрасли, как животноводство. По сегодняшним меркам в хозяйстве довольно большое поголовье крупного рогатого скота. 3000 голов, в том числе дойных коров. Есть и свиньи, их около трёх с половиной сотен. Однако глава региона задался целью в этот раз осмотреть растительную часть сельскохозяйственного холдинга. Высоко оценив работу сотрудников, Николай Денин увидел, используя какие технологии, выращивают в теплицах томаты, листовой салат и экзотические фрукты. Отметил, что необходимо прилагать максимум усилий, в том числе и со стороны областных властей, чтобы более тесно работать с агрофирмой «Культура» и активнее реализовывать её продукцию на территории региона. К тому же предприятие – частный собственник. По мнению губернатора, это только повышает эффективность работы и конечный выход продукции. Нам нужно искать, учить, растить эффективного собственника, для того, чтобы он работал. И если предприятия в чём-то нуждаются, они должны посчитать, и мы можем оказать и помощь, и содействие о получении кредитных ресурсов. Учётную ставку банка практически выплачивает государство, то ли это местный бюджет региональный, то ли это, так сказать, федеральный. И смелее идти. То, что уже имеется в хозяйстве, это далеко не предел производства. Уже в этом году значительно расширены площади под зерновые и овощные культуры. К тому же именно в этой агрофирме выращивается новая для области культура – соя. Под неё в сельхозпредприятии выделили целых 50 гектаров. Татьяна Глазова, Сергей Ковач, События, посёлок Добрунь, Брянский район.